Армавир отбирает лучшую команду для участия в финале краевого конкурса. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Подобные военно-спортивные соревнования проводятся ежегодно. По традиции, площадку испытаний разворачивают на территории одной из воинских частей города. Первыми ребят поприветствовали действующие военнослужащие. В настоящее время у нас обстановка такая, что, согласно заветам Суворову, можно сказать, учись тому, что пригодится на войне, не дай бог, конечно, но готовым нужно быть. Поэтому все эти элементы, которым вы готовитесь, которые вы будете показывать в свою подготовку сегодня, необходимо выложиться, действительно показать свое стремление. В этот раз среди участников воспитанники военно-патриотического клуба школы номер 15 и учащиеся шести армавирских техникумов. Первый конкурс строевой подготовки и песни. Судьи оценивают умение держать шаг и исполнение тематической композиции. Конкурс строя и песни – один из самых простых. А вот после ребят ждал настоящий курс молодого бойца. Стрельба, сборка и разборка автомата, тактическая подготовка, занятия в окопах и физические испытания. Евгений Давыденко, учащийся машиностроительного техникума в свои 16, твердо решил связать свою жизнь с военной службой. В подобном конкурсе участвуют не в первый раз и признается, это большая помощь для реализации мечты. Я занимаюсь воркаутом, баскетболом с третьего класса. Я занимаюсь спортом. Хочу пойти в армию и остаться там, служить по конторакту. Я слежу за военными действиями в Сирии, в других городах. Я горжусь нашими солдатами. Они защищают родину, не погибают за нашу родину. Это правильно. Так должно быть. Если не мы, то кто? В течение нескольких часов участники конкурса прошли семь этапов, в том числе и комплекс военизированной эстафеты. На каждом рубеже команда получала баллы за точность и правильность выполнения заданий. Это подготовка людей к службе в армии, развитие их военных навыков, военно-спортивных навыков. Также подготовка к стрельбе, к тактической подготовке. Те парни, которые будут служить уже срочную службу, либо хотят связать свою жизнь со службой, будут уже идти в армию подготовленными. По итогам семи этапов судьи выявили лучшую команду. Большее число баллов заработали ребята механико-технологического техникума. Именно они будут представлять Армавир на зональном этапе краевого конкурса. Солдатами не рождаются, а солдатами становятся. Пройдет он в Абширонске 9 апреля. Ирина Рухлядко, Евгений Халманских, Служба информации, канал РЕН-ТВ, Армавир.